город торонто покупатели недвижимости готовы потерять 300 тысяч долларов только чтобы выйти со сделки по покупке жилья от застройщика город вытби онтарио купатели готовы потерять 200 тысяч долларов депозита и продать недвижимость на 200 тысяч дешевле город марком провинции онтарио покупатели готовы уйти со сделки и потерять 320 тысяч долларов здравствуйте друзья меня зовут дмитрий банчик я работаю риэлтором провинции онтарио и сегодня я хочу поговорить с вами о том как мы докатились до жизни такой когда люди теряют не 10 20 тысяч долларов а 200 и даже 300 тысяч долларов и это только на первоначальном этапе а потенциально они могут потерять гораздо больше а все начиналось довольно хорошо когда банк канады во время пандемии снизил свою процентную ставку на рекордно низкий уровень ипотеку можно было получить под один полтора процента годовых это просто смешные деньги ну и конечно же многие канадцы ухватились за эту возможность заработать покупая недвижимость от застройщика и почему именно от застройщика и почему именно эти люди оказались в таком тяжелом положении в общем банк канады решил стимулировать экономику ставка была очень низкая и люди начали покупать и почему именно от застройщика а все потому что на вторичном рынке было очень тяжело приобрести жилье на тот момент если вы помните я выкладывал ролики рассказывал вам что творилось здесь в онтарио какие очереди покупатели выстраивались на дома я имею ввиду вторичное жилье аукционы постоянно на любую недвижимость самый старый дом в самом плохом районе продавался на 100 на нас 200 тысяч долларов не выше и все это происходило потому что на каждый дом приходило 10 15 20 предложений иногда даже выше и все эти люди которые отчаялись купить на вторичном рынке обратились к застройщикам но здесь застройщики естественно воспользовались своим положением и начали продавать новое строительство за огромные деньги почему именно у тех людей которые купили дома и танхаузы сейчас возникают подобные проблемы а все потому что дома и танхаузы строится довольно быстро сейчас у нас конец двадцать третьего года а когда люди покупали вот эту недвижимость от застройщика был как раз таки самый пик цен это конец 21 начала 22 года ставка была низкой но цены были рекордно высокими и люди купившие эти дома за миллион точка 4 вот мы видели в городе выби люди купили за миллион точка 4 а сейчас до заключения договора они не могут продать за 1.2 миллиона долларов покупатели квартир от застройщика также находятся в не очень хорошем состоянии сейчас потому что да может быть квартира эти строились дольше но многие эти квартиры покупались с целью сдать в аренду это аренплата которые люди могут сейчас получить никоим образом не покрывается текущие расходы включая ипотеку property tax и различные налоги по конду но именно люди которые купили дома и танхаузы они пострадали больше всех и меня вот тревожит вопрос как правительство могло допустить подобную ситуацию когда она знала к чему приведет такая вот низкая ставка когда цены стали бешено расти стали уже астрономическими тогда только ставку начали постепенно понижать но я более чем уверен что эту ситуацию можно было просчитать но люди которые покупали эту недвижимость у многих из них просто не было выбора потому что они хотели купить на вторичном рынке у них не получилось и они обратились к застройщику меня многие спрашивают почему в канаде так много бездомных и я честно говоря затруднялся ответить на этот вопрос мне казалось что любой человек канаде может как-то обеспечить свое существование даже если какие-то трудности возникают у человека можно как-то их решить и государство поможет или найдутся какие-то другие решения но ситуация которая сложилась сейчас теперь я понимаю как люди попросту оказываются без средств к существованию объявляют себя банкротами и зачастую находят себя ну просто на улице потому что если идет потеря в 200 300 тысяч долларов плюс существует угроза судебных разбирательств и исков со стороны билдера то такие люди остаются ну просто ни с чем то они просто теряют все буквально на днях видел еще один сюжет на этот раз global news это новостной канал команды и рассказывалось там о пенсионерке которая снимала внимание переделанную прачечную то есть прачечную переделали под комнату и она снимает это помещение за 750 долларов люди уже пенсионного возраста казалось бы живи не хочу наслаждайся жизнью но они оказываются в таких таком трудном положении когда приходится снимать комнату и у них просто не остается денег на фоне всех этих грустных новостей есть новости и получше на днях фрс сша объявил о том что больше поднятия ставок в штатах не предвидится это довольно серьезное заявление которое может поменять все сейчас споры в канаде только ведутся о том когда банк канады начнет понижать свою ставку будет ли это апрель следующего года или это будет лето следующего года я уверен что в новом году мы увидим понижение ставок от банка канады потому что то что происходит сейчас канаде такого не происходило никогда до были кризисы в канаде до недвижимость падала в цене и 2008 год и 2017 году мы помним что было но то что происходит сейчас когда многие люди попросту объявляют банкротства и оказываются на улице массово именно массово такого не происходило никогда вдумайтесь в эту цифру 100 тысяч ипотечных кредитов обновляются в канаде каждый месяц то есть все морги же все ипотеки обновятся в канаде в следующем и в двадцать пятом году то есть если ставки оставить так как есть то мы можем оказаться на пороге хаоса и краха всей рыночной системы люди сейчас выставили свой дом на продажу по тем или иным причинам им нужно продать свою недвижимость и недвижимость просто не продается если раньше я бы сказал что дело в цене и нужно понижать то сейчас я скажу что может быть даже цена нормальная но мало покупателей на рынке многие покупатели сейчас выжидают выжидают что будет дальше ожидают следующего шага от банка канады и все ждут понижение процентной ставки если вы сейчас думаете о продаже своего дома то я бы не торопился как я уже сказал в начале следующего года будет гораздо лучший момент для продажи что касается покупателей недвижимости то окно возможностей открылась пару месяцев назад я думаю что это окно возможностей приобретение жилья по довольно доступным ценам она продлится до февраля марта следующего года еще один вопрос который довольно часто задают мне опять же продавцы недвижимости когда выставляют свой дом и видят что не движение нет показов дом не продается это стоит ли сдать дом сейчас на год скажем а потом пытаться заново продать свою недвижимость с одной стороны вы можете сдать и сейчас я думаю проблему вас не будет сдать свое жилье потому что аренда востребована и вы сдадите свой дом если у вас высокая ипотека то скорее всего если вы будете сдавать полностью свою недвижимость то аренд плата не будет покрывать ваши расходы с другой стороны вы все-таки будете получать какие-то деньги и вы можете продержаться может быть до лучших времен до следующего года до весны до лета но минус здесь это во-первых то что вам нужно будет иметь дело с жильцами и это не всегда просто да может быть все пройдет хорошо и гладко и жильцы будут платить вовремя но конечно же нужно брать в расчет то что могут быть и проблемы если об этих проблемах не знать и не говорить об этом это не будет означать что эти проблемы сами собой исчезнут очень много людей сейчас которые сдавали свою недвижимость столкнулись с такими жильцами которые по тем или иным причинам не платят аренд-плату именно поэтому друзья суды сейчас перегружены я уже рассказывал что в онтарио за любые споры между арендаторами и арендодателями отвечает замечательная в кавычках организация landlord интернет борт то есть союз арендаторов и арендодателей но больше вот простонародье ее называют союз арендатор потому что эта организация очень часто выступает на стороне как раз таки жильцов людям бывает что не платят месяцами и даже иногда годами средний срок разбиратель сейчас занимает один год в общем я вас ни в коем случае не пугаю и не отговариваю но нужно реально смотреть на все риски и взвешивать то есть если вы сдали свое жилье на год если есть какие-то проблемы то сможете ли вы продержать недвижимость до выяснения всех вот этих судов судебных разбирательств и выселения неблагополучных тенантов вы в положении тогда конечно же вы можете сдавать свою недвижимость если нет то стоит подумать два раза еще один такой момент даже если вы сдали недвижимость и все нормально жильцы платят после первого года аренды жильцы не обязаны съезжать то есть сам факт продажи дома или квартиры не является фактом для выселения единственная причина по которой жильцы должны съехать недвижимость и освободить это если новые покупатели то есть новые владельцы сами везжают эту недвижимость не для инвестиций они покупают и будут проживать там один год либо владелец недвижимости или его родственники прямые опять же заезжают недвижимость и буду жить там один год и кстати вот тоже интересно сейчас на рынке я видел один дом он продавался за миллион долларов потом спустили за 999 тысяч долларов пытаются его продать у нас здесь в регионе и этот дом состоит из четырех единиц жилья то есть четыре квартиры в одном доме и он не продавался то есть вроде бы хорошее предложение дом неплохой каждая квартира в этом доме это трехкомнатная то есть трехкомнатная квартира который сейчас можно знать это в районе двух тысяч долларов но может быть 1800 и вот такой вот дом то есть 4 юнита он стоит на рынке и он не продается я позвонил узнал в чем дело и аренд плата которую платят жильцы в два раза ниже чем рыночная цена то есть если рыночная цена до 1800 люди там платят по 800 по 900 долларов в месяц за аренду этих квартир в онтарио есть законы когда каждый год только на два два с половиной процента можно поднимать аренд плату на старые постройки на новые можно безгранично в принципе повышать но вот представляете что какой-то замкнутый круг с одной стороны люди живут там и платят годами и десятилетиями вот эту низкую аренду с другой стороны когда человек хочет продать а там живут уже жильцы уже много лет живут жильцы это недвижимость просто не продается друзья спасибо что смотрите меня нажимайте кнопку подписаться оставляйте лайк под этим видео также напишите ваш комментарий что вы думаете по поводу сказанного выше спасибо за внимание и до новых встреч